Глава города отметил, это социальная ответственность. Интерес ребят к труду надо не только поддерживать, а делать все возможное, чтобы и в следующем году дети пришли на предприятие. И не важно, что это подсобные работы или уборка улиц, дворов. Ребята учатся быть взрослыми, работать и получать за свою работу деньги, которые еще и учатся ценить. Мы должны просто-напросто помочь детям, которые хотят использовать летние месяцы для того, чтобы заработать немного денег, и даже получить определенные трудовые навыки. Если у ребенка есть такое стремление, это очень похвально. И мы просто обязаны поддержать его, оказать любое возможное содействие. Сочинский хлебокомбинат в сети года предоставляет юным сочинцам рабочие места. В этом году пообещал руководитель предприятия, готов трудоустроить 30 школьников. Чтобы дети понимали, что деньги не просто так зарабатываются, что необходимо иногда работать физически, иногда работать умственно и так далее. То есть, на мой взгляд, я в свое время прошел подобную практику. Может быть, не сразу это осознаешь, но тем не менее, когда после рабочего дня, а еще лучше в конце месяца, когда получаешь зарплату, уже не так легко расстаешься с деньгами. Конечно, есть и организации, которые в силу своей специфики и техники безопасности не могут взять на работу детей, например, строительные фирмы. Но поучаствовать в трудовом лете желание есть. В таком случае они перечисляют на счет специального фонда 15 тысяч рублей. И эти средства будут распределяться в виде заработной платы тем ученикам, которые будут работать на пришкольных территориях или специально организованных для них трудовых площадках. В любом случае, фронт работ для них организован будет, и 1880 подростков смогут за неделю заработать 2000 рублей, а за месяц – 8. А может быть, судя по прошлому лету, количество желающих совместить отдых с работой школьников будет еще больше, считают сочинские единороссы. Специалисты Центра занятости населения готовы помочь всем при выборе летней трудовой занятости. Елена Всевсна, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Продолжение следует...